Возвращение Херсона Украиной, украинской армией. Что значит в военно-стратегическом ключе? Вы знаете, на самом деле они ещё до сих пор не переварили. То есть потеря Херсона, это хорошо видно по тому, как они, их группировка, они не знают, что с ней делать, с их группировкой как раз на берегу Днепра, куда они отвели. И вот у нас получается восточная часть, восточный берег. То есть были предположения, что они сразу перекинут на восток, как раз там, где сейчас они под Углидаром и под Бахмутом, например, пруд. Но нет, действительно, какие-то части перекинули, но не все. Потом было такое ожидание, что на Запорожское направление тоже казалось, что это не до конца происходит. То есть они не знают, что делать с этой группировкой, потому что они не знают, что будет делать дальше Украина, ВСУ. Я напомню, что с начала сентября инициатива перешла в руки Украины, когда Украина начала серию крупных контрнаступлений, успешных. Многие даже, по сути, были блестящими в своем исполнении. И они не знают, что ожидать дальше от Украины, вот как раз на южных рубежах. То есть, возможно, Украина планирует, не как они разгоняют на Запорожском направлении контрнаступление, Луганская область освобождения и так далее, а форсирование реки, высадка с моря, ну, какие-нибудь такие вещи, например, энергодар, да, этот кейс весь, оно их напрягает, пугает очень сильно. Поэтому тот факт, что они там держат группировку, отвели ее на 15 километров вглубь, пытаются там окапываться и что-то делать, говорит о том, что, видимо, командование выжидает и решает. То есть, они хотят понять, что делать с этими частями. Это не просто так, потому что это немобилизованные, это их кадровые части, это регулярная армия ВСРФ, там морские пехотинцы и ВДВшники, плюс с опытом боевым. Они там в степях сидели как раз под Херсоном, то есть, у них маломальски хоть какой-то опыт есть, а некоторые там и месяцами сидели, то есть, у них большой есть опыт. Вот, я думаю, они пытаются угадать, что хочет делать Генштаб. Тем более, сейчас официальные лица в Украине, там, да, офисы президента и так далее, постоянно такие сигналы дают, плюс аналитики и обозреватели Запада, кстати, тоже подливают тут масло в огонь, что зимой фронт не остановится, что Украина будет реализовывать свое преимущество в зимнем мундировании и так далее, что контрнаступление, очередной удар нужно ожидать, что резервы были задействованы не все и так далее и так далее. Естественно, они собирают всю эту информацию, как из открытых источников, так и их разведка, конечно, работает. Они пытаются ее аккумулировать, агрегировать, как-то собрать и понять. И вот тот факт, что они сразу это куда-то не отправили, говорит о том, видимо, ну, как можно сделать вывод, что они думают, они размышляют, какой следующий ход будет именно со стороны Украины. Не какой они предпримут следующий ход, а какой ход нужно, как бы, контр-ответить на него, именно,